14 сентября около сожженной районной администрации Изюма торжественно в присутствии президента Украины был поднят украинский флаг. В истерзанной вражескими снарядами город в Харьковской области привозят гуманитарную помощь и необходимые лекарства. Изюм понемногу возрождается после длительной оккупации. Город пока без газа и воды, но свободный. Рассказ о том, как сейчас живут люди в родном Изюме, далее в сюжете. На фоне обугленных и стерзанных российскими снарядами домов развивается украинский флаг. В изможденный город Изюм понемногу возвращается жизнь. Будет все хорошо, вернется наша Украина, все восстановим. Наступит наконец-то мир. В конце концов нужно это безумие как-то остановить. Наталья все шесть месяцев оккупации не покидала родной город. Увидев воинов украинской армии, от радости не смогла сдержать слез. Конечно слезы. Потому что то, что мы прошли, не пожелаешь никому. Все месяцы российской оккупации для местных жителей были непростыми. Школьный учитель, преподаватель английского языка Ольга вспоминает жизнь под постоянными обстрелами. Мы сидели в подвалах, у нас не было ни еды, ни воды. 74-летняя Любовь не сразу поверила, что российские войска покинули ее родной город. Только когда в Изюме за долгое время стало по-настоящему тихо, смогла выдохнуть и расслабиться. Ясно было, что им нужно изюм любой ценой удержать. Любой. И они вели себя так. Они оккупировали Кременец. Оттуда половина Донецкой области видна. И весь наш город видно. Это очень удобная позиция. Поэтому мы были готовы, что они нас не оставят в покое. За шесть месяцев россияне превратили один из самых красивых и комфортных городов Харьковской области в руины. В городе нет ни газа, ни электричества, ни воды. Наш город – это, собственно говоря, ворота на Донбасс. Дальше уже за 50 километров начинается Донецкая область. А это было главной целью Путина. Так же и операция называется. О пребывании российской армии в Изюме сейчас напоминают разбитая вражеская техника и причиненные ею разрушения. Город находится в плачевном состоянии. Его вид ужасает даже опытных солдат, которые освобождали вербовку и балаклею. Ужасы видим. Разворованный, разграбленный город. В ходе боев за Изюм инфраструктура города была сильно повреждена. Ущерб от разрушений во время оккупации еще подсчитывается. Однако, по предварительным оценкам, захватчики уничтожили почти 80% города. Наш дом целый, но частично. Крыша немножко, окна. Самое главное, что все дети живы и здоровы. Это самое главное. Пока доподлинно неизвестно, сколько местных замучили россияне за полгода в Изюме. Однако, по предварительным подсчетам, их больше тысячи. Людей часто расстреливали на улицах, так как это было в Буче. В нескольких местах были найдены останки убитых мирных жителей со следами пыток. Погибали и те, кто не успел вовремя получить медицинскую помощь. Жалко наш город. Очень жалко. Плохо, что натворили россияне такого нам. Но мы восстановим все. И все будет хорошо. Город еще закрыт на въезд и выезд. Идет зачистка. Но местные не унывают. Говорят, самое страшное позади. Будем мы жить дальше. Пытаться, чтобы все было хорошо. Чтобы свет сейчас дали, воду дали. Чтобы мы хоть немножко вернуться к жизни нормальной. А не сидеть так и бояться. Связь в Изюме есть только у военных. Они дают доступ местным к станциям Старлинг. Говорят, всего по несколько минут. Но и этого достаточно, чтобы поздороваться с родными и сказать «Живы». Мы полгода уже с детьми своими не видимся. Несмотря на тяжелые бытовые условия, уезжать из Изюма люди не хотят. Главное, говорят, больше не будет российского террора.